Итак, в данном видеоролике я бы хотел сделать ответ на вопрос некоторых наших читателей, подписчиков в том числе, и затронуть компании Русагра, компания Черкизова, компания Фосагра, компания Акрон. Я все эти компании буду рассматривать с точки зрения недельного графика, соответственно затронем здесь технический, фундаментальный фактор, фактор макроэкономический, фактор сырьевой. Начну я с компании Русагра, заметьте одну важную особенность, что он сейчас в среднесрочной своей формации торгуется в пределах своего восходящего канала, то есть восходящего тренда. Ранее бумага была в своем боковике между уровнями 560, дефис 840. Соответственно компания Русагра занимается продажей сахара, мяса и прочих сельскохозяйственных товаров. Обратите внимание, что за последний год цена на ту же самую свинину, оно же мясо, выросла в несколько раз с уровня 45 долларов до уровня 115 долларов. Сахар, ситуация аналогичная, почти в два раза, с 10 долларов до 17 долларов. Соответственно компания является экспортером в первую очередь и, к примеру, чистая прибыль Русагра по МСФО за первый квартал 2021 года составила 6,5 миллиардов рублей против 3 миллиардов рублей годом ранее. Почему так? Потому что базовые цены на сырье резко взлетели на факторе изначального роста инфляционных ожиданий, то есть страха участников рынка со стороны, из-за того, что вершат именно политики центральных банков западных стран ФРС, ЕЦБ и Япония. Ну и соответственно в дальнейшем на факторе роста уже фактической инфляции в мире, в связи с чем сырьевые товары растут в своих ценах. Ну компания в том числе занимается масло-жировой продукцией, как до прибыли тоже имеется с этой стороны. Ну и соответственно это операционные результаты за первый квартал 2021 года. То есть выручка во всех ее направлениях, сахарный сегмент, сельхоз сегмент, мясной сегмент, масло-жировой сегмент. И межсегмент и элиминация выросла от 35% до 50%, даже до 62% благодаря росту цен на базовое сырье. Далее стоит закономерный вопрос, а стоит ли вообще в дальнейшем ожидать роста цен на вот эти виды сырья. Да. Знаете, я скажу больше, что в этом году пока еще да. Но все внимание необходимо акцентировать именно на осень. После того, как американское, скажем так, правительство, монетарные власти, то есть ФРС, из отпуска выйдут, летнего, скажем так, и вновь возьмутся за решение тех проблем, которые они сами создали. Потому что они будут вынуждены искать выходы, пути решения из той ситуации, в которую они сами затащили весь мир. Сейчас именно американцы являются виновниками в кавычках торжества, которое воцарилось в мире. Инфляция. Защищать их в такой ситуации, я не вижу рентабельности в этом. Поэтому как минимум до осени, да, стоит ожидать роста цен на сырье. А потом уже следить за интервенцией Федеральной резервной системы. Если они будут так или иначе говорить, что, мол, необходимо денежно-кредитную политику ужесточать и в рамках ужесточения ДКП ключевую ставку поднимать, то мы получим коррекцию по всем сырьевым рынкам. Потому что ужесточение ДКП приравнивается к росту доллара, то есть револьвации доллара. Он будет укрепляться, соответственно, по всем сырьевым рынкам мы получим неплохую, скажем, коррекцию. Соответственно, это тот самый важный макроэкономический фактор, который необходимо учитывать. Потому что многие ценные, зачем многое сырье, ходят не за счет своего фундаментала, а за счет именно экономической ситуации. В данном сегменте, скажем так, данной ситуации, доллар упал за последние полтора года, ну, плюс-минус на 20-25%. Девальвировался в мире. За это время все сырье в мире, оно очень сильно выросло. Такого за историю еще не было ни разу, чтобы за полтора года так сильно сырье росло. Соответственно, если говорить уже о Русаграм, о ждателе вне дальнейшего роста, я думаю, что нет. Почему? Потому что, обратите внимание, что цена пришла на свое важное стратегическое сопротивление уровня 980-1000 рублей за акцию. Такой уровень прошибить нелегко, мягко говоря. С точки зрения волнового фактора, цена свой рост тоже показала. Потому что в этой модели имеются также и малые волны, внутри таких больших волн. То есть, видите, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Соответственно, текущее сопротивление уровня 980-1000, оно пока не прошибаемо. Пока. Но в плане отчетности необходимо помнить, что за второй квартал 2021 года в компании будет тоже рентабельная отчетность по отношению ко второму кварталу 2020 года. То есть, позитивная и значимая. Поэтому и данный сентиментальный формат, то есть сентимент, сентимент рынка, имеется в виду, что при выходе отчета рынок будет эту акцию попытаться подкупать и тем самым удерживать цену на текущий уровень. Поэтому, повторяюсь, удержание цены будет на текущих уровнях. Тут даже будет, видите, как боковик определенный, маленький боковик. То есть, 890, 970-980. Но о более высоких целях я говорить сейчас не могу. Я и сам тоже этой акции в том году активно трейдил. То есть, краткосрок, среднесрок тоже на ней удалось неплохо заработать. Но сейчас я сюда лезть не вижу никакого смысла, потому что уже с точки зрения осцилляторного анализа мы имеем дивергенцию. Это первый момент. Второй момент. Резкая перегретость ценовая. И третий момент. Сильное сопротивление. И четвертый момент. Ждите осени и непосредственно следующих возрастов ФРС. Если ДКП так или иначе ужесточают, мы получаем по всем рынкам, сырьевым рынкам акций, развивающихся стран, куда входит Российская Федерация, и такие компании, как Русагра, Фусагра, Черкизова, Акрон, на факторе уже падение цены на сырье. Они будут тоже падать. В общем, этот фактор необходимо учитывать. Поэтому в Русагре, если вы сидите, но можете пока посидеть там, ближайшие дивиденды получить, и дальше уже предпринимать те или иные действия. Если вы в Русагре не торчите, то лезь сюда. Я считаю, это просто противопоказано. Далее, компания Фосаграм. Здесь ситуация, в принципе, такая же, какая была и в Русагре. Цены на фосфаты, удобрения, то есть, видите, как они активно растут. С марта 2020, когда они, видите, стоили примерно 310 долларов за метрическую тонну. И резко выросли до уровня 620 долларов за метрическую тонну. Вот видите, вот резкий рост. Соответственно, прибыль с этого фактора компания тоже заимела. Я еще раз говорю, все внимание на осень, на риторику ФРС. Они решат именно многое в адрес торгов многих, скажем так, компаний. С точки зрения технического анализа, как я ожидал и ранее, в предыдущие годы, компания вышла из-за своего боковика 2200-2600 рублей за акцию. Накопление. Я тоже-то акции ранее торговал, но единственный мой косяк был в том, то что я в том году ее до обвала еще продал, да, а на обвале не закупился. Вот. Когда она еще стоила примерно 2100 рублей за акцию. Так, конечно, можно было бы на ней неплохо проехаться, там, в два раза позицию ранее вложенную увеличить. Ну, что бывает, то бывает. Говорится, об этом жалить не стоит. Вот, соответственно, переходим на уже теханализ. Я укажу то, что, видите, формируется техническая, скажем так, дивергенция в цене. Другой нюанс. С точки зрения волнового фактора, сейчас идет рост в рамках третьей волны, соответственно, четвертая будет коррекционная, ну, с целью коррекции к уровню 3.800-3.900. Ну, и, конечно, цель уже будет выше текущего уровня, так или иначе, куда-нибудь на 5000 рублей. С дальнейшей уже проторговкой вот такого формата, я полагаю, как было вот здесь. То есть выход на новые эшелоны, потому что традиционно компании, которые выбиваются из своих боковиков, вот, например, видите, вот, боковик накопления, выстрел, боковик, выстрел. Видите, глобальные волны выглядят так вот. Раз, два, три, четыре. Ну, и стратегическая пятая, возможно, куда-нибудь на закрытие гэпа от этого сплита пойдет. А может, на 9, на 10 тысяч. Тут уже время покажет, я не буду гадать, не знаю, потому что. Но допускаю такую вариацию. Поэтому, проторгов на новых эшелонах фосагра, она будет неизбежна. Такой же боковик мы, скорее всего, увидим. Но сейчас, именно лезть в этот имитент, я не вижу никакого резона, повторяюсь, потому что многие сельхозтовары уже выросли в своих ценах. Соответственно, даже фосфаты будут потом снижаться в своей цене. Как говорится, да, мы в рамках сырьевого цикла, но, сами понимаете, многое зависит уже от ФРС именно осенью. Так что ждем их риторики, так или иначе. Ну и, соответственно, в плане отчетов, я считаю, рентабельно ожидать уже за второй квартал отчета позитивные по компании. Ну и, соответственно, умеренно растущие дивиденды в том числе. Но, к примеру, я фосагр лично не лезу, даже на коррекции лезть не буду. Я отрабатываю сейчас те идеи, которые еще не выстрелили. И, в принципе, такая моя стратегия по российскому рынку акций, она очень часто окупается. То есть, именно точечное вложение, то, что не выстрел, оно неизбежно будет расти потом. То есть, рынок она или поздно тут видит в обиходе. Например, такой небольшой спойлер. Сельхоз сектор российский, он уже сильно вырос. Поэтому, вкладывать в него сейчас нерентабельно вообще. Что касается группы Черкизова, здесь картина такая же. Я тоже в том году ее брал на средний срок. Ну, то есть, краткосрок у меня, в моем понимании, это спекулятивный краткосрок. Это 1-3 месяца, средний срок это 3-6 месяцев. Ну, я продержал ее примерно, компанию, может быть, 4-5 месяцев, да, в рамках среднесрочной спекуляции. И, соответственно, по ней тоже прибыль я фиксировал. То есть, покупал ее примерно вот здесь. Да, и по мере роста потом я ее раздавал вот на этом росте вот тут. Вот. Так что, если сейчас мы посмотрим на сырье, мясная продукция, то, что Черкизова, в первую очередь, продает. Повторяюсь, все выросло в разы. Соответственно, и прибыль компании тоже увеличилась. Соответственно, и дивиденды возможные тоже в ней увеличатся. Вот. И рынок наперед это событие отрабатывает. Соответственно, мы это наблюдаем по ходу торгов этой компании. Соответственно, здесь тренд в бумаге восходящей. Вот видите, регрессионный тренд. Сейчас она пришла на медианную полосу Боллинджера. Соответственно, по торговке ее теперь в боковике 2.200-2.300 рублей за акцию. Так что, если вы вдруг сидите в этой позиции, как и ФосАгро, да, я думаю, вам тут шевелиться нет никакого смысла. По крайней мере, до осени. Дальше по ситуации посмотрите. Вот. Сидите, получайте дивиденды. Ну, и лишний раз без суеты, я считаю. Я свои личные идеи по РосАгро, ФосАгро, Черкизово, ну, кроме Акрона, отыграл. Поэтому я чисто в ней сделаю у них. Ну, и последняя компания Акрон. Здесь картина, в принципе, ожидаемая. Опять же, долгосрочная, имею в виду. С точки зрения, скажем так, долгосрочных целей, Акрон, конечно, целится выше уровня 7000. Вот. Корреляция у нее идет также с деятельностью ФосАгро. Соответственно, от фосфатов тоже немало что зависит. Вот. Цены на данное сырье вырастут. Соответственно, прибыль компания тоже с этого имеет. Тренд регрессионно восходящий. Как следствие, быки здесь оккупировали. Все же можно было оккупировать. Единственное, что напрягает, это все-таки ценовая дивергенция. С точки зрения математического анализа и прочего. Непременно говорит о том, что цена из текущего сужающегося канала, скорее всего, выйдет вниз. Именно на поддержку Яма. То есть, к уровню 5600 рублей. Вот сюда. Вот на эту зеленую линию. Которую я сейчас попытаюсь обвести. Вот. Эту зеленую. То есть, на нижнюю грань этого восходящего канала. То есть, отыграв эту дивергенцию до зоны перепродности, рынок потом будет, скорее всего, брать и подгонять еще выше цену. Но, опять же, я в сельхозсектор не лезу. Если вы сидите в Акроне, к примеру, говоря, с уровня 4700 или с уровня 5400, я считаю, судиться нет никакого смысла. Просто держите позицию и не шевелитесь. Вот. В остальном же я в сельхозсектор российский верю. Ну, я про него видео отдельно даже снимал. В том году обоснул, почему он будет неизбежно развиваться. И почему власть российская туда придет еще. Государство. То есть, на поддержку этих аграриев. Вот. Но по таким ценам я пока не вижу рентабельности в них заходить. Как итог, следите внимательно за сырьевыми товарами. Они же фьючерсы по отношению к данным имитентам. Многие думают, многие участники рынка думают, что все формируется в совокупности спроса и предложения. Но я скажу больше, что это не всегда так. Потому что все, цена формируется за счет перечня факторов. Спросы, предложения, сентимент рынка. Соответственно, макроэкономический фактор. Потому что у нас ведь пока что в мире все сырье номинировано в доллар. Соответственно, при девальвации доллар сырье растет. При ревальвации, то есть укреплении доллара, цена на сырье падает. Соответственно, следите внимательно за сырьевыми, за фьючерсами на те базовые активы, с чем эти компании коррелируют. То есть, чем они торгуют. Это мясо, свинина, курица, индейки, масложировая продукция. Это удобрения, фосфаты и прочее. И, соответственно, следите внимательно за риторикой ФРС, которая будет так или иначе именно осенью. Сентябрь, октябрь, плюс-минус. То есть, тогда мы хотя бы узнаем, что американцы будут предпринимать дальше по отношению к своей денежно-кредитной политике. Потому что, повторяюсь, если будет ужесточение, то все сырье в мире будет падать на факторе укрепления доллара. А почему есть смысл ужесточать ДКП? А потому что инфляция пошла по миру, соответственно, уже многие страны мира, в том числе Китай, сокращают импорт международных продуктов в свою страну. Тем самым сырье в цене сейчас уже локально снижается. Например, металлы, сталь, рулонная сталь. Ранее она стоила 6,5-7 тысяч пунктов. Вот, теперь она стоит 5 тысяч уже. Соответственно, экспорт Китая сократил, точнее, импорт Китая сократил с международного экспорта в свою страну. И все, потребление сократилось, соответственно, и цена начала снижаться. Поэтому, я говорю, тут все работает в совокупности факторов. Тупо факторы. Ничто в одном формате не работает. Нужно учитывать вообще все. Вот, ну и повторяюсь, я в эти бумаги не вхожу. Они мне не интересны. Мне интересен, повторяюсь, транспортный сектор. И сектор пока еще энергетический и нефтегазовый. Вот. Что за бумаги российские, я думаю, вы знаете. Я их неоднократно озвучивал. Как следствие, я на них делаю тоже ставку. И так или иначе, ожидаю у них роста, ну, как минимум, на 20-30% от текущих цен. Ну, а дальше время покажет. Ну, и, соответственно, делаю ставку на драгоценный металл, то бишь серебро. И по отношению к широкому рынку акций российского, я все равно остаюсь быком, так или иначе. Но ту заработанную, я считаю, прибыль, которую заработал за предыдущие годы, за текущий год, я ее буду защищать. И, соответственно, защищать путем поиска точечных превентивных идей. И чтобы они, их вероятность отработки была более 90%. Но, опять же, повторяюсь, не спекулятивный краткосрок, то есть не, скажем, не интродэй, не внутри недели, а спекулятивный краткосрок, средний срок. То есть, краткосрок спекулятивный 1-3 месяца, средний срок спекулятивный 3-6 месяцев. И вот в этом диапазоне, так сказать, отрабатывать их, что, в принципе, у меня лично пока получается. Ну, я думаю, по публичной торговле в моей вы это наблюдаете сами. По крайней мере, за последние 2 года ведения YouTube-канала вы, так или иначе, видели привилегии, косяки, то есть недостатки. Ну, и так или иначе, в определенный момент они выявляются. На этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте это наши телеграм-каналы. Это телеграм-канал «Биржевик Акции РФ и США. Валюттеханализ» с припиской «Официальный канал», где более 27 392 читателей. Это «Биржевик Банки» с припиской «Официальный канал», где более 8 122 читателей. Это «Биржевик Облигации» с припиской «Официальный канал» более 12 147 читателей. И «Биржевик Сырьевой Рынок» официальный канал, где более 13 906 читателей. Также у нас имеются «Инстаграм-канал» и «ВКонтакт-группа». Там выходят всевозможные макроэкономические мои личные исследования по товарным рынкам, дорогоценным металлам, акциям российским, американским, новости, анализ, облигаций в том числе и все прочее, что касается рынка финансов. Поэтому на эти каналы подписывайтесь и будьте в курсе их событий заранее, потому что та инфа, которая выходит там, она либо на YouTube попадает в задержку во время, либо вообще не попадает. В зависимости тупо от материала. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратегии наши главные союзники. Я думаю, за последние 4 года то, что вы за мной наблюдаете, краткосрок, среднесрок, они хорошо себя окупают на российском рынке, ну и на американском в том числе. Вот. Я и сам данную стратегию соблюдаю, ну и, соответственно, по мере возможности такие идеи нахожу. Благодарю за внимание. До свидания.